Вот это вот первое течение. Это, кажется, перед переходом в следующую зону или это охрана какая-то? Ну, вот это как раз охрана перед переходом в следующую бровь. То есть это вот форпост такой маленький. Причем я старую храну убью, а то уже как бы новая бровь. Но почему ты считаешь? А так это из этих, из сталкеров я вижу. Они жалуются на военных, которые устроили там блокпост. А, которые сейчас 100 рублей содрали? Да, не 100, а 500. 500? Да, они почему-то 500. Да. 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 выключают. Выключат. Выключат. На самом деле достаточно быстро рвется. А сколько ты в той зоне уже проиграл? В какой? Ну, в предыдущей. В предыдущей? Ну, я в ней играл, наверное, где-то два-два с половиной часа. Причем я не все там кресты выполнил. И я не знаю точно, но такое подождение, что какие-то задания генерируются постоянно. То есть, например, задание там убить какого-то сталкера. Он может где-то там ходить. Вообще просто по кругу. Причем он может там атаковать, допустим, с какими-то сюжетными там врагами. Может просто ходить. Я вижу. Это там, где заложники, эти бандиты нападали, да? Да, тут бандиты нападали на какого-то там невидимого жителя. Вот, то есть, сейчас я вот тут вот. Зеленая это база или это... Получается, вот здесь отбило атаку бандитов на свалке. А здесь мне теперь надо встретиться с неким сером, чтобы узнать у него там сюжетную информацию. А машин не хватает, конечно. Да, вот это на самом деле серьезная проблема. То есть, поначалу ходить туда-сюда интересно, но потом это очень сильно мешает. Причем, чем больше ты нагружен, оба... А уже датчик появился красный. Трое или четверо? Пятеро. Какое впечатление от искусственного интеллекта? Ну, вот люди ведут себя неплохо, а вот, например, животное как-то очень-очень скутываются под ногами в прямом смысле. То есть, они как-то часто начинают наворачивать круги непонятные. Вот, кстати, вот обошли. Там что-то кричат еще, я слышу. Далеко слишком не слышно. Карта не всегда высвечивает, кстати, контакты. То есть, так она как-то странно работает. Так, я замочу. Так, надо еще только одним установить. Стоял где-то. Он хотел сбежать, я так вижу, да? Да, вот, по-моему, то есть, есть, когда у тебя уже преимущество, то не стараюсь набежать. Не, на самом деле, это, по-моему, подмога была, потому что вот он сидит. Может быть. Может быть. Может быть. Так, ну, вот тут. По сбору унта. То есть, рюкзак, на самом деле, заполняется очень быстро. И, то есть, я так понимаю, что это только поначалу ты хватаешь все, что под руку попадется, а потом ты уже выбираешь. То есть, вот, например, сейчас мне брать еще одно ружье, и я тут уже получусь перегруженный, но мне просто нет смысла. Вот. И патрона, в принципе, хватает. Собираются в основном аптечки. Продавать потом можно, а ружье тоже? Продавать можно, но дело в том, что вот, например, чтобы не добраться... Сейчас вот я вот так покажу. То есть, я нахожусь здесь, а торговец находится вот тут. То есть, это другая зона. Да. То есть, это вообще другая зона, и я вот потрачу где-то сейчас минут 15-20, просто чтобы дойти до этого торговца. Причем, опять же, то есть, чем больше я вот тут нагружен, перегружен, тем быстрее будет тратиться стамина, и, то есть, тем меньше я смогу бегать. Обещается, если там нагруженный рюкзак, ты очень медленно тащишь его там на базу. Они говорили, что у них в каждой зоне должен быть торговать. То есть, на самом деле, просто в этой зоне торговать сейс, может, я ее не нашел еще? Может быть, да. Ну, торговать еще можно с дружественными персонажами, но они не все покупают. Вот. То есть, вот такая вот проблема. Хороший автобус. Ну, смысл вообще есть там? Автоматы продавать? Ну, да. Или только что-то эксклюзивное? Ну, вот это артефакт, кстати. Похоже, наверное, аномалий. Ну, нет, конечно, артефакт. Ну, все. Слушай, а у тебя эта квест выдали, что ли, сейчас, только что? Ну, я сейчас приближаюсь к этой базе, на которой я с каким-то серым должен встретиться. Ну, это я так понимаю, просто она гнетает атмосферу. То есть, ты по рации удалил? Гриб. Вот какой-то артефакт. Ну, собирай. Артефакты, я видел, там до 2000 рублей бывают. А тут рублей? Да, причем да. Тут рублей, вот артефакты можно вешать вот сюда, вот на эти слоты, но дело в том, что тут правило, они увеличивают уровень радиации. И если он увеличивается, то тебя начинает падать здоровье. Ну, в принципе, можно найти какие-то предметы, которые, наоборот, понижают эффект от радиации, но зато они одновременно с этим понижают и какие-то другие характеристики. Так, ну, сейчас... По-моему, это весело уже. Да, тут какая-то страшная база. Аномалия. Аномалия, да. Не понятно, с какой стороны лучше заходить. Может, сохранишься? Ворота закрыты. Выглядит немножко симпатично. Смотрите, еще какой-то артефакт. Что-то мне прям вообще разбросило. А, нет, ворота открыты. И там перед волокном я вижу тоже еще одна аномалия. А, вот даже две. Вот одна такая пульсирующая, а вот эта вот вторая, это гравитосовая аномалия. У меня с огненным поражением. Три человека, наверное, я уже по датчику, да? То есть они тоже, естественно, уже о тебе знают, да? Кто? Противники? Ну, если ты их видишь по датчику, то вполне невероятно, что у них тоже есть. Да, но я вот, например, замечал, вот я шел ночью обратно, вот возвращался на базу, я просто выключил фонарик и смог пройти спокойно. Хотя вот у меня были красные контакты, они шли ко мне, выключил фонарик и они меня как бы потеряли. Вот это наше, я так понимаю, а вот там где-то будет. Вот так и пришла подмога. Угу. А может, икс тыла? Ага, пока ты думал, икс тыла, они сами зашли с тыла, я вижу, ну сбоку. Он лежит свой, по-моему, прямо вот это вот. Мужик, сюда! Мне нужен какой-то грейп. Помогите! Да это бандит. Вот серый. Он мертвый, что ли? Он мертвый. Ну икс, но он сбоку. Так, тут какой-то другой кросс. Ага. Я все-таки понимаю, что с одной встречи не получилось, но мне он дали некий агропромер сервич институт. Так, вот там кто-то холит. Я у нас недобрыми намерениями. Может вылечишь кого-то, он тебя прикроет? Или у тебя аптечек мало? Аптечек? Аптечек у меня пять штук. Помогите! Где? Ну, просто он мне ничего не скажет. Вот такой циничный. То есть если бы... Я бы вылечил вот этого серого сюжетного персонажа, тогда да. Он, наверное, снаружи стоит, ждет. Кто? Ну, оставшийся. А, может быть. Или бежал вообще. Еще никого не ниже. Он один оставался. Он мог поместить, если нет. Такая панорамка. Окей. Ну, на сегодня хватит пока. Да. Ждите новых роликов, новых новостей из боев. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова